Невиданными темпами новый город строили пять предолимпийских лет. За это время в Сочи появилось то, чего обычно ждут десятилетиями. Километры газопровода, высоковольтных линий электропередач, инженерных сетей, дороги, мосты, тоннели. А еще теплоэлектростанция, очистные сооружения, модернизированные и вновь построенные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Всего не перечислить свой список олимпийского наследия, есть его самих сочинцев и гостей нашего города. Видимо развитие инфраструктуры, видимо все стало доступнее, все стало удобнее, инвалидам стало лучше. Здание выглядит очень хорошо, между прочим и старые тоже отреставрированные здания. Приятно посмотреть. Но это вообще совершенно другой город. Современный, красивый. Я очень рад, что побывал сейчас в Сочи после олимпиады. Ой, главное пробок нету. И мы этим довольны. Мы ездим. Нам, слава богу, проездной дали. Я вот и в магазин могу съездить. Очень хорошо. И чистенько стало. Развивается все. Не надо никому ехать за границу. Все здесь теперь отдыхают. Повысился уровень все-таки отдыха в городе и обслуживания. Более комфортнее стало здесь и жить, и отдыхать. Много изменилось в городе. Красивее стал город. Приятнее. Пробок меньше стало. Развязки появились. Хороший стал город. Мне здесь нравится. Очень сильно. Преобразился город и стал город-курорт настоящий. Мы вспоминаем 80-е годы, да. И какой он был и какой он сейчас красавец. Потому что у меня много друзей, которые приезжают и гордятся, что город Сочи стал вот таким хорошим курортом. Помнят местные жители и то, что Сочи мешало стать круглогодичным и мировым курортом. Холодные зимы, без тепла и света горожане называют временами выживания. Сегодня вместо 240 мегаватт, которых городу катастрофически не хватало, с оводом в эксплуатацию новых объектов генерация насчитывает 1040 мегаватт. Появилась и новая современная система очистки сточных вод. Строительство новых и реконструкция старых очистных сооружений дали увеличение их мощности на 142 тысячи кубометров в сутки. Городом в России, где нет ни одного мусорного полигона. Обе городские свалки в Адлере и Лау, которые на протяжении десятилетий представляли серьезную экологическую угрозу, сегодня закрыты. Сочи полностью перешел на схему ноль отходов. Многое сделано в сфере строительства и ремонта социальных объектов. Отремонтировано около тысячи многоквартирных жилых домов. 36 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, построены новые больницы. Уверенно можно говорить и об успешной реализации уникального проекта по созданию безбарьерной среды. Благодаря олимпийскому проекту курортная отрасль получила небывалый импульс развития. Помимо гостиничного фонда, который возрос вдвое, в Сочи появились совершенно новые курортно-туристические направления. Зимние горнолыжные курорты – Роза Хутор, Горная Карусель, Горки Город, Лаура. Все это и создает впечатление нового города. Да, в принципе, новый город стал, если по большому счету. Я не знаю, совершенно другое было. И после Олимпиады, даже в январе месяце 2014 года, уже все изменилось. Так что красота и отдыхать приятно. Даже вот взять крыши домов, и то большое дело, красные крыши эти, все перекрыты, и совсем другой вид. Сам город преобразился, он каждый год становится лучше, лучше и лучше. Я езжу каждый год зимой, летом. Да, я могу сравнить, что процентов на 90, на 80 преобразился и парк, и город вообще, все. И Адлер, Красная Поляна замечательная. Город преобразился, то, что я приехала 6 лет назад, совсем другое было. А сейчас он как-то новый, такой красивый, замечательно просто. Олимпийские импульсы сегодня способствуют росту. В Сочи продолжается работа по улучшению качества жизни и отдыха.